Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробностей о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буквально полчаса назад появилась информация. Блок Петра Порошенко на своем заседании утвердил список кандидатов на должности в Кабмине. Их фамилии должен озвучить Юрий Луценко на переговорах с фракциями-коалициями. А вот на сегодняшнем заседании Согласительного совета в парламенте фронтовики размахивали проектом Кабминовского отчета, который должен помочь удержаться министрам в их креслах. Но некоторые союзники по большинству уже поглядывают на выход. Так есть ли шанс у министров и премьера? Кто и за что торгуется? Выясняла Ольга Рыцарь. Она сегодня была на этом Согласительном совете. Отчет о своей работе за прошлый год Кабмин уже направил в Верховную Раду. Пока что в письменном виде. Сегодня документ после Согласительного совета демонстрируют представители Народного фронта. Звит, соответственно, к регламенту уже в стенах парламенту. То есть сейчас уже ответственность депутатов, стоимость его в комитетах. Вносить пропозицию подстановки про выставку угроза, находить 226 голосов. Никто не держится ни за кресла, ни за посадки. Я сегодня запросил комитеты до взаимодействия с профильными министрами, чтобы каждый комитет провел отдельное заседание, где бы заслухали каждого министра, что до его действий, его звиту за прошлый год. Резолюцию о недоверии Кабмина парламент сможет принять после того, как заслушает отчет министра во главе с премьером в сессионном зале. Уже и дату назначили 16 февраля. Только вот в коалиции никак не могут договориться. Менять состав Кабмина полностью или частично. И главное, на кого менять. Главная претензия Кабмина – провальный бюджет. Менятие обещали. После Нового года сразу же начнут исправлять главную смету страны. Прошла первая рабочая неделя, но правительство никаких предложений о поправках не внесло. В оппозиции уже зарегистрировали свои законопроекты. Возвращаясь к уровню инфляции, который есть в стране сегодня, он сутки отразится от запланованного. И соответственно, доходы бюджета увеличивают. И эти деньги должны быть направлены на индексацию зарплаты пенсий. Второе вопрос – это изменения и выполнение помилок в податковом кодексе, которые относятся оподаткования аграрного сектора, в той части, чтобы вернуть пильги виробникам, так как это было в предыдущих 17 лет. Эта норма должна быть продолжена до 2018 года. Пока экономические вопросы отложили на второй план, завтра до открытия новой сессии планируют проголосовать за изменения в Конституцию в части правосудия в первом чтении. Дать оценку изменениям в закон депутаты просили Конституционный суд на прошлой неделе. И сегодня он вынес вердикт. Все поправки соответствуют основному закону. Речь идет об упрощении процедуры привлечения служителей Фемиды к ответственности, создании нового органа Высшего Совета Правосудия, который и будет назначать судей, а не депутаты, как ранее. А парламентариям оставили право решать судьбу только генпрокурора. До повноважения Верховной Рады Украины належит надение сгоды на призначение посады и освобождение с посады президентом Украины генерального прокурора Украины. Высловление недоверия генеральному прокурору Украины, что мое наследие его отставку с посады. Свою позицию уже высказали оппозиционеры. Мы не будем голосовать. Чехом освобождать 8 тысяч судей. Это будет такой каток, который ничего доброго для нас не пронесет, для Украины и для людей. Поэтому, если я вопрос к суде, выносится в Раду. Если я вопрос к суде, я голосую Рада по притягиванию его до ответственности, так, как это было несколько раз, и он притягивается до ответственности. Завтра же в повестку дня Нардепы снова планируют поставить на голосование скандальный закон об исключении депутатов из партийных списков. На прошлой неделе его провалили и уже успели прозвать законом о партийной диктатуре. Ольга Рыцарь, Павлина Василенко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. И завтра же Самопомич будет решать судьбу парламентской коалиции. Об этом украинской правде анонимно сообщили депутаты полицилы. Якобы этот вопрос рассмотрят на заседании фракции. Кроме этого, стало известно, что в Самопомиче растет количество сторонников выхода из большинства, хотя глава фракции Олег Березюк и его зам Олег Лаврик предлагают повременить, чтобы побороться за шанс создать новое правительство. Сразу же после того, как на украинской правде появилась эта информация, на странице объединения Самопомич в Фейсбуке дали опровержение и заявили, завтра на фракции обсудят изменения в Конституцию, что и подтвердил Олег Березюк. Дуже прикро, что эти люди, которые хотят распространять неправдивую информацию, они знают, что неправдивая информация распространяется так же, как распространяется дьогат, кинутая одной ложкой в одну бочку меда. Власне, через то, что коалиция начала серьезно расследовать вопросы изменения уряда, расшириваются такие снеценивающие и никому, на самом деле, непотребные поведомления. Такого решения фракции не было. Будут ли обсуждать выход из коалиции на завтрашнем заседании фракции Самопомич, станет известно уже завтра и ждать, похоже, осталось недолго. Главный лесник Украины Александр Ковальчук подал в отставку. Ковальчук возглавил ведомство в мае прошлого года по приглашению министра агрополитики Алексея Павленко. Свой уход с должности глава госагентства объясняет тем, что все это время пытался проводить реформы, но поддержки в Кабмине так и не нашел. И поскольку ранее Самопомич решила отозвать с должности его шефа Алексея Павленко, и тот решение партии поддержал, Ковальчук, как член команды, тоже принял решение подать в отставку. Конец цитаты. И о еще одном члене Самопомичи, скандальном Семене Семенченко, который собрался идти в мэры Кривого Рога. По крайней мере, об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники. По данным интернет-ресурса, сейчас вопрос официально решается на уровне руководства фракции. Сам же бывший комбат комментировать эту информацию отказался. А пока нардепы ищут выход из кризиса и решают судьбу коалиции, бюджетные средства уверенно закатываются в асфальт. Четверть миллиона гривен. Ровно столько Кабмин выделил на ремонт дорог в Украине. Как и кому удалось освоить такую сумму, и кто помогал дорожникам хоронить эти деньги прямо в асфальте. Расскажет Елена Митясова. Украину засыпало снегом, а сугробы в некоторых регионах достигали метра. Но это не помешало чиновникам заняться дорожным ремонтом. Правда, пока только на бумаге. За пять дней до конца месяца Кабмин на латание асфальтных дыр в январе выделил четверть миллиона гривен. Такое распоряжение есть на сайте правительства. Из сметы видно 174 тысячи гривен закатали в трассы госназначения и 80 тысяч дороги местного значения. Это Запорожье. Дороги буквально рассыпаются в областном центре. Выбаяны кое-как засыпают брусчаткой. Но чем дальше от областного центра, тем хуже сплошное бездорожье. Местные чиновники руками разводят лота, денег нет. Обещанные миллионы из Киева не поступали. Деньги нам обещали, что пойдут транш. Мы тоже готовимся к тому, что сегодня-завтра деньги в определенной части поступят. Но предварительно мы рассчитываем где-то до 10 миллионов на Запорожскую область. Это за январь, за эксплуатационное содержание дорог. Аналогичная ситуация и в столице. Асфальт старый перерабатывают просто. Это не покупают на заводе асфальт. А старый асфальт загружают, он перетапливается и им забивается. Ну, месяц может поддерживаться. Освоить четверть миллиона гривен за пять дней сумма нереальная, говорят рядовые дорожники. Даже если латать будут сутки напролет старым асфальтом. Но водителям от таких разговоров толку никакого. Из распоряжения Кабмина остается неясным, где выделенные деньги. Их уже освоили или планируют это сделать в следующие месяцы. Мы подали запрос в Министерство инфраструктуры. Но ответа пока нет. Елена Митясова, Сергей Бордюжа, Вадим Сверидонов. Подробности в телеканал Интер. Куда курс держим? Глава Нацбанка Валерия Гонтарева сегодня заявила, что оснований как для падения, так и для укрепления гривни нет. Рост цифр на табло в обменниках главный банкир страны связывает с праздничным спросом на валюту. В то же время Гонтарева отметила, из-за приостановки торговли с Россией в Украину стало поступать меньше валютной выручки. Это, конечно же, бьет по курсу. А вот по версии агентства Блумберг гривна установила антирекорд 2016 года. Финансисты отвели ей первое место в еженедельном перечне наиболее девальвировавших валют. Одна из причин сокращения валютных резервов из-за приостановки кредитования МВФ. А вот продление этого сотрудничества под вопросом. Как сообщают эксперты Блумберг, Международный валютный фонд решил пока отложить публикацию технического доклада по Украине. Отчет планировался на 29 января. В фонде обещают назвать в ближайшее время новую дату публикации. В чем причина задержки, мы попытались узнать в пресс-службе МВФ. Это чисто техническая задержка. У нас это регулярно может происходить, перенос какой-то публикации. В этом нет никакого глубокого подтекста. Это один из технических отчетов, которые регулярно публикуются. Там могут находиться какие-то дополнительные вопросы, которые откладываются на несколько дней. Но у экспертов другое мнение. Причина может крыться в неутешительных выводах миссии фонда, которая работала в Украине в январе. Предполагают, что Киев не выполнил условия МВФ. Речь идет о структурных реформах, за отсутствие которых правительство Яценюка постоянно критикуют на Западе. И хотя с момента принятия бюджета прошел уже месяц, эксперты не исключают диалог о продлении сотрудничества в фонде, готовятся вести уже с новым кабинетом министров. Да и сама программа может быть пересмотрена. Думаю, что они и были, возможно, одни из остальных катализаторов и инициаторов кадрового склада в кабине. Потому что когда не выполняется, безумовно, они должны так или иначе впливать на то, чтобы у влады были люди, которым можно доверять, которые реально будут делать те вещи, о которых договорятся. То, что у нас мы называем реформой, больше похоже на какое-то там удосконаление, модернизацию. Но никаким образом это не можно назвать реформой. То, что сейчас происходит, и именно это, я думаю, причиной того, что Международный валютный фонд в таком способе пытается выравнивать эту ситуацию. Снижение административных барьеров для ведения бизнеса, дорегуляции бизнеса, борьбы с коррупцией. Украина серьезно не справляется с этими требованиями, особенно в ракурсе последних заявлений со стороны Европейского союза. Скорее всего, мы увидим серьезные правки к уже существующей программе. Эти правки коснутся целого ряда параметров. Требования будут более жесткими, и не так даже обязательно жесткими, как они не будут размытыми. Президент Украины сегодня с рабочим визитом в Германию. Петр Порошенко встретился с канцлером Ангелой Меркель. О чем они говорили, узнаем у Татьяны Лагуновой. Таня, здравствуй. Чему посвятили эту берлинскую встречу? Да, Наталья, визит Петра Порошенко действительно рабочий. Он прилетел в столицу Германии буквально на несколько часов и, по сути, для одной единственной встречи с Ангелой Меркель. Главную тему лидеры озвучили сами, сделав короткие заявления перед переговорами. Это выполнение минских договоренностей. Ангела Меркель, которая изначально, по сути, была главным инициатором нормандского формата и минских соглашений, еще раз заявила, альтернативы им нет. Президент Порошенко верен в выполнение минских соглашений. Эти договоренности – база, на основе которой мы хотим работать дальше. И мы, Германия и Франция, хотим в этом процессе помочь Украине. Меркель и Порошенко сегодня, по сути, проанализировали, как выполняются минские соглашения. Договоренностям уже почти год, но многие пункты до сих пор не реализованы. Это и полное прекращение огня, и отвод тяжелых вооружений, и освобождение заложников. Режим прекращения огня не может быть частичным. Он или есть, или нет. Сейчас я, к сожалению, должен сказать, что его нет. На линии фронта продолжают погибать люди, и военные, и гражданские. Ужасно, что, несмотря на договоренности, поддерживаемые Россией боевики удерживают в плену 140 человек, военных и гражданских, включая журналистов, волонтеров. В ответ Меркель пообещала, пока соглашения не будут выполнены, санкции против России останутся в силе. Санкции, которые мы продлили, связаны с реализацией минских соглашений. Для всех было бы хорошо, если бы соглашения были выполнены, и были созданы предпосылки для отмены санкций. Но пока этого не произошло. После этого лидеры удалились на переговоры, и больше к журналистам не выходили. Впрочем, нужно сказать, что вскоре Петр Порошенко снова приедет в Германию, но уже не в Берлин, а в столицу Баварии Мюнхен. Президент примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, и ситуация на востоке Украины будет одной из главных тем этой встречи. Наталья? Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова о визите Петра Порошенко в Германию. Обмена ждут все, и речь не только о пленных, которых удерживают боевики, но и о Надежде Савченко. А решение это прежде всего политическое. Пока же прошли очередные слушания по ее делу в Донецком горсуде Ростовской области. Надежду сегодня допрашивали второй раз, и защита убеждена. Алиби украинской летчицы неоспоримо. Все подробности узнаем у Данила Русакова. Это уже второй по счету допрос Надежды Савченко в Донецком горсуде Ростовской области. Украинская пленница еще раз вполне исчерпывающе и рассказала, как именно ее похитили. И не только об этом. Своё местоположение во время боевых действий в Луганской области Надежда показала на карте. По словам Савченко, боевики расположили свой блокпост на подъездах к поселку Стукалова-Балка. Сообщила Надежда и о раненых военнослужащих ВСУ, которым попыталась оказать помощь. И о том, как попала в плен к сепаратистам. Произошло это на одном из блокпостов, там же, на Луганщине, и достаточно далеко от места гибели журналистов. Впрочем, обо всем этом Надежда говорила и на предыдущих заседаниях. Но сейчас история пленницы обросла новыми подробностями. Вспомнила лётчица и о службе в Ираке, а также своё поступление в Харьковский институт ВВС. Отдельно Савченко решила упомянуть Крым. Речь о событиях преддверия аннексии. Депутаты Верховной Рады и ПАСы попытались рассказать, как именно связывалось с находившимися на полуострове украинскими военнослужащими. Впрочем, судьи эту историю услышать не захотели. Сказали лишь, что к материалам уголовного дела она не имеет отношения. Ещё одна новость сегодняшнего дня. Адвокаты планируют допросить следователя Маншина. Это именно он вёл уголовное дело в отношении Савченко. Защитники уверены, помимо многочисленных фальсификаций он мог оказывать давление на свидетелей. Когда будет допрос, пока неизвестно. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала Интер. Ответные обвинения. Министерство обороны России упрекнуло Турцию в артиллерийских обстрелах приграничных населённых пунктов Сирии. И даже продемонстрировало видео, на котором якобы зафиксирован момент этого обстрела. Москва требует официальных объяснений действий Анкары от НАТО и Пентагона. Похоже, так российское военное ведомство отвечает на заявление Турции о нарушении российским самолётом Су-34 воздушных границ страны. Анкара пока никак не отреагировала на эти обвинения. Но на осложнение политической ситуации в Турции уже отреагировал местный туристический бизнес. Более 1300 гостиниц на побережьях Игейского и Средиземного морей выставлены на продажу. Общая стоимость этих объектов – порядка 10 миллиардов долларов. Больше всего отелей на грани банкротства в Анталье, где раньше отдыхали преимущественно российские туристы. Эксперты говорят, это результат санкционных войн между Анкарой и Москвой, а также увеличение террористической угрозы в стране. В Украине же один из самых горячих участков на линии соприкосновения – это подступы к Горловке. Уже двое суток подряд боевики бьют из запрещенных тяжёлых миномётов по майорскую Зайцеву. Под огнём не только позиции украинских военных, но и жилые дома, а также пункт пропуска на оккупированную территорию. Все подробности узнаем от Ярослава Кречко. Хвостовик мины 120-го калибра застрял в асфальте. Четыре таких снаряда в ночь на воскресенье прицельно легли в районе пункта пропуска на оккупированные территории. Это не считая других обстрелов в районе Майорска. За стороны Горловки все приходы были, только с разных веществ. Працювали несколько минометных водилей, так называемые ДНР. Миссия ОБСЕ только сегодня приехала зафиксировать нарушения боевиками Минских соглашений. Машины останавливаются в нескольких метрах от места, где под обстрел попала скорая, которая эвакуировала раненого. У водителя царапины медик-волонтёр получила осколок в плечо. Мина разорвалась два метра близ автомобиля. И как осталось оживиться, сам Бог только знает. И уже этой ночью в течение пяти часов боевики обстреливали украинские позиции в соседнем Зайцевом. Попали, в частности, и в электроподстанцию. Пробило осколком, и масло трансформаторное вытекло. Поэтому, наверное, не работает. Евгений как раз для наблюдателей ОБСЕ пытается откопать хвост вражеской мины, которая упала рядом. Его товарищи уже насобирали целую сумку. Били боевики и по домам мирных жителей. Вот, посмотрите, вся красота. У Ольги Ивановны осколками посекло окна. Женщина рассказывает, в Зайцеве практически нет целых домов. На верхней улице полностью сгорел дом. Сгорел дом. Вот тут он сгоревший, а потом вот там сгоревший. Ну, в общем, всё горевшее. Обычно на улицах Зайцева пусто. Но сегодня здесь собралось почти всё село. Пока затишье, люди разбирают уголь, который им привезли накануне. Вот так мы живём. Мы не живём, мы выживаем. Тем временем боевиков даже присутствие наблюдателей ОБСЕ не останавливает. Вот трассера идут в сторону школы. В сторону школы, да. Вон, видите, вон она. Слышите? Вот видите, оттуда работает пулемёт. Международные наблюдатели послушали и уехали. А украинские военные готовятся к очередной неспокойной ночи. Вот, слышите? Всё нормально, всё. Идёт обстрел позиций со стороны посёлка Гольмовска. ОБСЕ уехал, и всё слышите? Всё прекрасно. Ярослав Кричко, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. И вновь в киевском суде Полтавы аншлаг. Продолжают допрос свидетелей по делу харьковского мэра Геннадия Кернеса. И если в прошлый раз допрашивали чиновников, то сегодня очередь охранников обвиняемого. Что они рассказали, слышала наша съёмочная группа. На том же месте, в тот же час. Вот только свидетели другие. Сотрудники батальона спецназначения. Сегодня уже полиции. По совместительству охранники Геннадия Кернеса. У прокуратуры к ним масса вопросов. Первый распорядок городского головы 25 января 2014-го, когда было совершено нападение на активистов Евромайдана. Кернес Зинайдольфович ездил на источник, закалялся. После источника у него был маникюр. Ну, делали маникюр Геннадия Кернеса. На вопрос, видел ли в тот день пострадавших, Власенко отрицательно качает головой. Были ли в тот день в Харькове акции протеста, не помнит. Долго отказывается отвечать, на какой машине сопровождал Кернеса. По этих показаниях вообще ключевая фраза. Я не могу разглашать. Обвинение продолжает атаковать вопросами. Защита активно протестует. Заседание то и дело прерывается возгласами обвиняемого. То он предлагает не затягивать слушание, то не манипулировать, то требует от гособвинителя, чтобы тот являлся на суд не в костюме, а в форме. Вам еще не давали слова. Прошу, уважаемый суд, ограничить прокурора. Показания охранника внимательно слушает один из потерпевших. Рассказывает то, что неделю назад говорил заммэра Харькова, а еще ранее один из охранников Кернеса, расходится с тем, что он слышит сегодня. Но адвокаты Кернеса считают, что на свидетелей оказывает давление прокуратура. Задаются одни и те же вопросы. Следовательно, заставляют ответить так, как хочется стороне обвинения. Гособвинитель, который тоже заметил расхождение в показаниях свидетелей, вначале даже решает провести повторный допрос еще одного охранника. И обязательно до перерыва, чтобы тот не успел получить инструкции. Расхождение принципиальное, потому что это дает понять о том, кто язык говорит правду, а кто врет. Что о ходе сегодняшнего заседания думает сам обвиняемый, так и осталось загадкой. От интервью он наотрез отказался. Наталья Греченкова, Евгений Каденцов. Подробности. Телеканал Интер. Полтава. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Первый пошел. Какой тон праймерис Вайове зададут американским выборам? Возмущение блудной дочери. На каких условиях Великобритания готова остаться в ЕС? Призрак Атлантики. Кому угрожает неуправляемое грузовое судно? В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Только за прошлую неделю здесь заболели более 30 тысяч человек. В целом же в Украине жертвой вируса стал 171 человек. Такие данные обнародовало сегодня Министерство здравоохранения. Все эти люди не были привиты, а за медицинской помощью своевременно обратилась только треть из них, подчеркивают в Минздраве. В сентябре прошлого года гриппом в Украине переболели 3 миллиона 200 тысяч человек. В 11 регионах эпидемиологический порог по-прежнему превышает 50%. Отбить универ около 2000 студентов собрались в Черновцах у стен обл. администрации. Что заставило их бороться за право учиться в собственном университете? И почему губернатор, который все же вышел к молодежи, ничем не может помочь? Все подробности у Ольги Паломарюк. Такой массовой акции протеста в Черновцах не было давно. Около 2000 студентов Буковинского финансово-экономического университета с самого утра перекрыли центр города, а потом отправились к обл. администрации. Требуют не закрывать ВУЗ. Такое решение Кабмин принял 20 января. Учебные заведения должны расформировать, а 3000 студентов перевезти в Черновицкий национальный университет. Но те против. Говорят, во-первых, о реорганизации. Их не предупреждали. А во-вторых, боятся потерять стипендии. Нам придется полностью пересдавать экзамены. Те, кто был на государственном, придется идти на платный. Так, люди, которые были на платном, которые заплатили деньги тут, за целый год, я не знаю, что повернуть деньги. Поддержать студентов пришли и родители. Ирина Тепегина, мама пятикурсницы, волнуется, чтобы дочь и вовсе не осталась без диплома. Как среди учебного года детям сказать, все, вы тут не учитесь, а право выбора где? Что будет дальше, не знают и преподаватели. Их в университете около пятисот. Через полчаса к митингующим вышел губернатор и заявил, ничем помочь не может эта парафия профильного министерства. А в Черновицком университете, куда собираются переводить студентов, ситуацию комментируют так. И вот сегодня на сайте Министерства образования появилось еще одно официальное подтверждение. Университет все же расформируют в целях оптимизации учебного процесса. Но студенты прекращать акции не собираются. Предупредили, проводить пикеты будут ежедневно, пока их не услышат. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Черновцы. Услышать ли черновицких студентов в Кабмине, пока неизвестно. В целом же по Украине в образовательной сфере сократилась задолженность по зарплатам. Впрочем, это едва ли не единственная отрасль с такими показателями. Долги государства перед бюджетниками бьют рекорды. За последний год сумма выросла почти на 43%. И сейчас это около 2 миллиардов гривен. То есть почти уровень 2004 года. Лидеры в этом антирейтинге, добывающая промышленность, финансовая сфера, отельная и также ресторанная. Да и реальная зарплата украинцев за прошлый год просела почти на 10%. И рост в этом году не предвидится, так говорят эксперты. Можете даже цифры приближаться до 20%, если брать не только зарплату, но и пенсию и другие доходы граждан, включая социальные выплаты. Инфляция почти 45% и девальвация 50%. Все это вместе привели к тому, что украинцы объединяли больше, чем на 10%. Через коррупцию у нас также часто выникает заборгованность. Тут нужно наводить, конечно, больше порядок, чем у нас есть сейчас. Напряженно прошли минувшие сутки в секторе М. Боевики 8 раз обстреливали позиции украинских военных. Это данные штаба противник использовал в том числе и запрещенные минскими соглашениями вооружения. Все подробности узнаем от Венямина Трубачева. Сегодня боевики обстреливали позиции украинских военных практически по всей линии фронта. В частности, было неспокойно в районе Марьинки, Красногоровки, Водянова и Старогнатовки, говорят в штабе сектора. В основном эти обстрелы происходили в темное время суток, когда видимость падает и на передовой нет международных наблюдателей. И довольно проблематично четко зафиксировать, откуда именно ведется огонь. Дважды боевики использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения 82-мм минометы. Были обстреливаны наши позиции под Старогнатовкой и в Красногоровке. Напряженная обстановка сохраняется и в районе населенного пункта Пищевик. Сегодня там днем было относительно спокойно. Военные говорят, что периодически слышны только одиночные выстрелы из крупнокалиберной винтовки. Правда, на такие провокации боевиков украинские солдаты на передовой уже давно не реагируют. Ответные огонь открывают только когда есть непосредственно угроза жизни и противник прямой видимости. Мы их видим в тепловизор, наблюдаем их. Я же говорю, открывает по нам огонь, мы идем в ответ, потому что оно как по-другому. Так что, а так нормально все. Бывает ночи спокойно, а бывает тут, блин, шумно очень. Проблем украинским военным добавляет и погода. Ночью заморозки, а днем плюсовая температура и периодически идет дождь. Из-за этого в окопах и блиндажах в прямом смысле болото по колено. Добраться к бойцам на передовую можно только на военном грузовике. И представьте, и он иногда пробуксовывает. Группы ДРГ, конечно, да, не ходят сюда в такую погоду. Но в огонь открывают периодично. Погодные мовы, конечно, тяжкие сейчас, в данный час. Но ничего, тримаемся. Добавлю, что и прогноз неутешительный. Всю неделю дожди будут сменяться заморозками. Вениамин Трубачев, Игорь Сюли и Александр Пантелеймонов. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. В Кабуле возле здания полиции прогремел взрыв. Не менее 20 человек погибли. Еще 20 ранен. И смертник подорвал себя в очереди прямо у штаб-квартиры полицейского подразделения, которое борется с боевиками движения «Талибан». В последние несколько месяцев террористы значительно активизировались в Афганистане. Все чаще целью их нападения становятся иностранцы и правоохранители. И это при том, что власти Афганистана при посредничестве США, Китая и Пакистана возобновили переговоры с «Талибами» об урегулировании этого конфликта. В 2015 году в Европу прибыл миллион мигрантов. Почти треть из них дети. Они проходят такую же процедуру регистрации, как и взрослые. Должны появиться в службе миграции, получить право на проживание. И вот уже после регистрации следы почти более 10 тысяч несовершеннолетних беженцев просто пропали. Где дети и пытаются ли их найти ответы на эти вопросы, искала София Гордиенко. Интервью сотрудника Европола британскому изданию Observer наделало немало шума. Брайан Дональд сообщил, что с начала мигрантского кризиса 10 тысяч детей пропали из поля зрения мигрантских служб. Куда они делись? То ли попали к родственникам с живущим в Европе, то ли в руки торговцу людьми, неизвестно. Только в прошлом году ЕС выявили, что тысяча несовершеннолетних используются в сфере сексуальных услуг. Обычно это дети из неблагополучных семей, как из самого Евросоюза, так и из соседних стран. Мигрантский кризис фактически облегчил торговцам людьми поиск новых жертв, у которых и документов-то толком нет. В Европоле сейчас пытаются координировать усилия с правоохранительными органами всех стран, чтобы найти следы потерявшихся детей и понять, в какой ситуации они находятся. Главная трудность это то, что мигранты как взрослые, так и несовершеннолетние пытаются в случае проблем с полицией не контактировать и не очень-то доверяют властям. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Великобритания и Европейский союз вместе или врозь в ближайшие сутки должны обнародовать новый проект соглашения между Лондоном и Брюсселем. Пока договориться не могут. Чего хочет блудная дочь Евросоюза? За что? За что она готова остаться в этом европейском доме? В делах семейных распиралась наш британский корреспондент Оксана Кундеренко. Решающие 24 часа для Лондона и Брюсселя. Именно здесь, на Даунинг-стрит 10 и именно сейчас проходит финальный этап переговоров относительно нового соглашения документа, который предоставляет особые условия для Британии в Евросемействе. Выторговать их со вчерашнего вечера пытался Дэвид Кэмерон, принимая в своей резиденции главу Евросовета Дональда Туска. Есть ли шанс увидеть соглашение? Надеюсь, надеюсь. Но поздний ужин результатов не принес. Есть прорыв, но нет документа, сообщили лидеры в Твиттере. Требуются доработки. Окончательный проект договора увидит свет завтра. Определенный прогресс есть. Пока этого недостаточно. Работа предстоит тяжелая. Но в итоге мы рассчитываем получить хорошее условие для граждан нашей страны. Так чего же добивается Британия от ЕС? Если коротко, большей автономии. Лондон резко против дальнейшего сближения стран Союза и превращения его в Соединенные Штаты Европы. Евро не должен быть единственной валютой. Государствам-членам следует предоставить право вето. И главное, трудовым мигрантам из стран ЕС не будут платить дополнительных пособий. Это называют экстренным торможением, когда приезжие из других стран Союза не смогут претендовать на социальные пособия и налоговые льготы 4 года с момента прибытия в Великобританию. Такая мера позволит сдержать наплыв. Если Кэмерон дожмет, и его вариант проекта ляжет на стол, премьер объявит о референдуме. До начала летних каникул, то есть уже совсем скоро, британцы скажут свое слово о членстве в ЕС. Дебаты за и против уже идут полным ходом. Европейская комиссия, все эти чиновники хотят заставить нас молчать. Но мы не будем молчать, мы твердо скажем свое слово. По законам евробюрократии, все 28 стран обязаны одобрить новое соглашение. Но сначала зеленый свет должны дать их лидер на ближайшем саммите в Брюсселе 18-19 февраля. Дональд Туск из Лондона уехал, его делегация осталась. Работают в пути лица над документом, который устроит всех. Иначе Британия вполне может устроить Брексит. Выход из состава ЕС. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Музыкально-политический раздор. Британская певица Адель заявляет, что не разрешала Дональду Трампу использовать свои песни в президентской кампании. Ранее кандидат появлялся на сцене перед избирателями под песню Skyfall и другие хиты Адель. Трамп давний поклонник певицы, вероятно, поэтому и решил, что может без спроса агитировать под песни англичанки. Но, вопреки всем скандалам, популярность Трампа растет. Так в штате Айова в честь политика даже назвали гамбургер. Хозяин одного из кафе предложил внести в меню особый бургер Дональд Трамп. Напомню, гамбургер имени Барака Обамы в штатах уже есть. О том, как рядовые американцы реагируют на Дональда Трампа и других лидеров президентской гонки, мы узнаем у Тихона Дзитко, нашего специального корреспондента в Соединенных Штатах. В Айове сегодня стартует праймерис. Выборы кандидатов от Демократической и Республиканской партии. О фаворитах гонки, а также о значении праймерис в Айове смотрите далее. Праймерис в штате Айова всегда задают тон дальнейшей гонки. Победа в этом штате не означает для кандидата неизбежного выдвижения от Республиканской и Демократической партии, но серьезно добавляет ему шансов. Идея праймерис в штате Айова, они называются кокусы, в том, что жители голосуют за политика, которого хотели бы видеть кандидатом от своей партии. Итак, кто же фавориты? У республиканцев это бизнесмен Дональд Трамп. Заявив о выдвижении в президенты в начале лета, он все эти месяцы лидирует по опросам. Скандальные высказывания, вроде предложения построить стену на границе с Мексикой или запретить въезд в США всем мусульманам, лишь добавляют ему поддержки. В Айове свои голоса за него готовы отдать 28% сторонников республиканцев. Следом по опросам идет сенатор от Техаса Тед Круз. У него 23% поддержки. Круз консерватор, сторонник так называемой чайной партии. В последние недели они вступили с Трампом в жесткую схватку. Бизнесмен называет Круза маньяком и утверждает, что тот вовсе не имеет права баллотироваться в президенты, поскольку родился в Канаде. Всего у республиканцев в Праймерис участвует 12 человек, хотя опросы показывают лидерство Трампа. И Круза не исключено, что сегодняшний Праймерис принесут сюрпризы. Демократы также ждут Праймерис с нетерпением. Кандидатов трое, но бывший губернатор Мартин О'Мейли – аутсайдер. Основное противостояние между бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом. Хиллари была очевидным фаворитом, но к первым Праймерис ее позиции пошатнулись. Рейтинг Клинтона в Айове 45%, у Сандерса 42%. Немаловажным для потери поддержки стал скандал с ее перепиской в бытность госсекретарем, который тянется уже несколько месяцев и не прекращается до сих пор. Выяснилось, что Клинтон отправляла письма с секретной информацией с личного почтового ящика, и многие избиратели после этого потеряли к ней доверие. Ну и Берни Сандерс, по всем оценкам, проводит очень успешную кампанию. Никто не мог ожидать, что политик, называющий себя социалистом, сможет получить такую мощную поддержку в США. Все средства, собранные за время проведения его кампании – это частные пожертвования, а для встречи с ним люди выстаивают многочасовые очереди. Таким образом, интрига сохраняется и у демократов, и у республиканцев. Тем более, что на носу следующий праймерис в штате Нью-Гэмпшир. Обычно политик, одержавший победу в обоих этих штатах, становится кандидатом от партии. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Кулинарное самоубийство, пенсия Синди Кроуфорд и самый крутой парень Британии. Кто он? Смотрите в нашем обзоре. Таинственное самоубийство в Швейцарии свел счет из жизни лучший шеф-повар мира Бенуа Виолье. Его тело нашли в его же квартире, недалеко от Лозаны. Сегодня шеф-повар должен был присутствовать на презентации нового выпуска «Красного путеводителя Мишлен», самого авторитетного кулинарного рейтинга. Также всего полгода назад умер наставник Виолье Филипп Роша. Он погиб во время велопрогулки. В Атлантике дрейфует неуправляемое грузовое судно, корабль, на борту которого 3,5 тонны древесины землеройной машины, а в баках 300 тонн топлива, движется в направлении Франции. Ранее 22 члена экипажа эвакуировали с палубы вертолетом. Несколько раз сугой груз пытались взять на буксир, но безрезультатно. Во время плавания корабль накренился из-за смещения груза и не смог восстановить положение. В Китае разоблачили крупнейшую финансовую пирамиду страны, задержали 21 подозреваемого. На время следствия арестовали активы на 7,5 миллиардов долларов. Интернет-платформа Эдзубао работала по схеме, когда первые вкладчики получают высокие проценты от привлечения новых инвесторов. Боссы компании буквально закопали более тысячи бухгалтерских книг. Чтобы достать документы, полиция задействовала два экскаватора. Откапывали бумаги почти сутки. Знаменитая красавица Синди Кроуфорд собирается на пенсию. Американская модель рассказала, завершит карьеру 20 февраля, когда ей исполнится 50. Конечно, после этого Кроуфорд еще будет сниматься, но уже не как модель. Пик популярности манекенщицы пришелся на 90-е. По версии журнала People, Кроуфорд является одной из самых красивых людей мира. Плейбой включил красотку в топ-100 самых сексуальных женщин 20 века. Традиционные соревнования Тафгаев, то есть крутых парней, прошли в Великобритании. Тысячи отчаянных парней вышли на старт 15-километрового забега с препятствиями. Преодолевали болото, водные барьеры и перепрыгивали огонь. Самым крутым парнем Британии 2016-го стал 22-летний Конор Хэнкок. Приют для беженцев геев открыли на юге Германии, в Нюрнберге. Пока в убежище никто не поселился, но его основатель Михаил Глаз убежден, постояльцы будут. Приют может разместить до 8 человек. Заявки на проживание уже прислали граждане Ирана, Ирака, Сирии и Эфиопии. Подобный приют на 120 человек планируют открыть и в Берлине. Австрийский военнопленный, американский солдат, пилот из Японии и украинская медсестра. Все эти люди пережили Вторую мировую войну. Их портреты и рассказы можно будет увидеть на выставке ветераны нью-йоркского фотографа украинского происхождения Саши Маслова. За 5 лет он объездил около 20 стран, снял больше 100 портретов участников войны и записал с ними интервью. Впервые решил показать свои работы широкой публике в родной стране. Выставка откроется 4 февраля в галерее Port Creative Hub, а затем отправится в Европу и Америку. Проект родился через мой интерес в истории, особенно в истории Другое святое войны. Сенс проекта в том, чтобы каждым портретам рассказать историю. И когда ты снимаешь их в их оселях, там, где они жили уже несколько лет, то стены, они рассказывают эти истории, может, даже лучше, чем, как они сами выглядят, эти люди. Именно поэтому я и хотел показать их в оселях. И последние подробности заседания блока Петра Порошенко. Как стало известно, Алексей Гончаренко предлагают пост министра здравоохранения. Нищук снова может стать министром культуры. Пока на эту секунду это все, что известно, но буквально утром мы расскажем больше. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я прощаюсь с вами до завтра. Хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok